Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений Фатеев. Я человек, преодолевающий зависимость. И хотел бы с вами поделиться некоторым опытом, который в жизни у меня есть. Кому-то это будет полезно. Кто-то, может быть, воспримет мои идеи для себя, для своей пользы, для своего преодоления зависимости. Но во всяком случае, послушайте меня немножко внимательно, и я думаю, что будет от этого польза. Значит, родился я в 1975 году в городе Екатеринбурге. Довольно-таки молодым человеком я, вообще, с детства я занимался спортом. Я спортсмен, даже профессиональный был спортсмен. Но, сами понимаете, 90-е годы. И меня завлекла улица. И не только улица, но и какие-то организации, хулиганов. И мы увлеклись алкоголизмом. Употреблять начали алкоголь. Употреблять начали наркотики. Героин. Героин – это один из самых опасных наркотиков. И сейчас, даже я вспоминая о тех временах, я вспоминаю, так содрогнувшись о том, что вообще это было. И сейчас мои друзья, с которыми мы общались в те годы, в основном они все в земле сырой. Уже их давно нет. Причины, ну, все-таки, это наркомания. Значит, причины, по которой все-таки у меня получилось в жизни, что мы увлеклись наркотическими средствами, это все-таки, несмотря на то, что моя мама пыталась мне вложить более светлые идеи в голову, более культурные, цивилизованные. Но все-таки у меня не было определенного мировоззрения и не было смысла жизни. То есть, я не понимал, зачем я живу, я не понимал, что мне нужно, куда мне идти, почему это важно, почему это значимо. Все распространенные жизни и идеи людей меня как-то не интересовали. Меня интересовала только улица, меня интересовали какие-то там дела непонятные. И то есть, когда начинаешь потихоньку употреблять, а мы начали с алкоголя, тогда все перешло в более серьезное русло. Мы до такой степени увлеклись, что употребляли каждый день. Ну и, конечно же, это развлечение, это всевозможные бани, всевозможные дискотеки. Что только мы не делали, что только мы не перепробовали. Это, конечно, ужасный был период времени. И в конечном итоге, меня это все привело к зависимости от наркотиков. Я был зависим от них, я их употреблял. И дошло до того, что уже я не мог без них жить. И весь мой смысл жизни получился так, что это был поиск. Поиск и для того, чтобы удовлетворить себя. И несколько раз меня водили в больнице, несколько раз я пытался дома излечиться от этого недуга, но ничего не получалось. Не было силы воли, не было целеустремленности, не было четких понятий, все-таки, зачем я это делаю. Вообще, как-то очень было, я был очень слаб, хотя я занимался спортом, я был очень сильный человек. Но духом, духом я был очень слаб. И я не мог это преодолеть. Я, конечно, измотал нервы своей маме, своей первой жене. Совершенно я поссорился со всеми своим окружением. Практически остался один. И, в общем, так получалось уже, что какая-то все-таки часть совести во мне бунтовала и говорила, ну что же ты, подлец, делаешь? Ну что же ты, когда закончишь? Это с одной стороны. А с другой стороны, я не мог закончить, потому что это была такая зависимость, без которой я жить не мог. Меня уже ничто не интересовало. Ни мой ребенок, ни семья, ни работа, ни какие там дела, ни какие-то друзья. Даже развлечения были уже не нужны. Просто ограниченный мозг, ограниченное мышление было в одном только русле. Поиск, поиск, поиск. И на что только мы не шли, на всевозможные даже противоправные действия. И с этим мучился я очень долго, таким противоборством. И даже, знаете, пришел к такому моменту, что я хотел себе воткнуть нож в ногу или даже два раза это сделать для того, чтобы через эту боль перебороть зависимость, переболеть. Но и на это у меня не хватало духа. Но где-то в глубине души я очень сильно молился Богу о том, что, Господи, ну когда это все кончится? Господи, ну я не хочу этого. Ну ты видишь мои страдания. Ну как мне это избежать? Как мне? Это было в глубине души. И нет, я не ходил в храм. Ну может быть раз в три месяца, когда меня мама просила с собой с ней сходить, я ходил. И в конечном итоге получилось так, что все-таки мои упования внутри моей души, они сбылись. Каким образом? Мы совершили преступление, и наше преступление долго не могли раскрыть, целый год. Потом приехала комиссия из Москвы, подняли все архивы и начали расследовать. И так вот получилось, что следователем прокуратуры был мой очень хороший товарищ. Это знаете, я других слов не подберу. Это все вот, видимо, свыше. Все-таки Господь так все сделал, чтобы пересеклись некоторые пути. И представляете, все-таки этот следователь, он знал, кто я такой. Он что сделал? Он просто взял и дал бумагу об аресте меня. И вот, слава Богу, вот это чудо произошло. Меня арестовали и поместили в ЕВС на Фрунзе 74. Что я там делал? Я там сидел 10 суток. Я там перебаливал. Я там пересматривал всю свою жизнь. Потом меня перевели в сезон номер один. В конце концов, мне дали внушительный срок лишения свободы. И знаете, я не расстроился. Почему? Потому что я понимал, что если бы я еще жил бы на свободе столько-то времени, какое-то количество времени, то я, скорее всего, перешел бы уже на иглу. И, скорее всего, бы уже заболел либо спидом, либо бы умер от передозировки или от чего-то еще. Потому что все мои друзья, они так заканчивали в то время свою жизнь. Это очень печально, но в том состоянии, в котором мы находились, это было какое-то внутреннее состояние саморазрушения. Это было внутреннее состояние, что, да, лучше кайф, чем весь разумный смысл жизни, чем вообще мое существование. Мы кайфоловы и все. И поэтому какой-то процесс саморазрушения, он находился в нас. И с момента ареста вот этот регулятор, он остановился и начал работать в другую сторону. В какую сторону? В том, что я начал пересматривать свою жизнь. Там, когда я стал трезвый, когда у меня не было доступа к наркотикам, к каким-то развлечениям, даже, можно так сказать, к свободе, я начал о многом о чем думать. Я начал отбывать в местах лишения свободы и потихоньку привлек меня внимание. Привлекли книги. Я начал читать книги и начал все-таки размышлять о том, почему я здесь, почему другие люди со мной рядом здесь, тоже тут, почему другие люди живут на свободе, нормально в семьях, работают и все остальное. Почему эти осужденные, с которыми я пребываю, они освобождаются через 5 лет и потом обратно возвращаются. Почему они несколько раз делают, совершают преступления и много раз они в местах лишения свободы. И в конце концов, логика пришла к тому, что, а тогда, когда человек отсидит 20, 30, 40 лет, что с ним будет потом? А потом он освобождается ненужным стариком. Он никому не нужен. Он даже к нему не испытывает никто жалости. Почему? Потому что он сам вел себя таким образом. Он сам жил вот так. Ему тоже никто не нужен был. Он еще и совершал противоправные поступки. Ну, а в конце концов, если этот человек перед смертью все-таки искренне, здраво взглянет на свою жизнь, какое у него будет сожаление? Что у него будет в душе? А в душе, если это искренний человек, он все-таки придет к такому выводу, что он жизнь-то прожил бессмысленно. Он жизнь-то прожил без семьи, без счастья, без любви. Он жизнь прожил бесцельно. О чем это? Это о том, что вот тот образ жизни, где я находился в условиях, это вообще трагедия моей жизни? Да. Но из этой трагедии мне нужно было извлечь свои плюсы. Мне нужно было извлечь свою пользу. И я, анализируя всю эту ситуацию, пришел к тому, что я вот так вот не хочу жить. Я не хочу бессмысленно ее провести. Я не хочу провести всю жизнь в тюрьме. Я хочу нормальной человеческой жизни. Это, конечно, сейчас я говорю в словах, но тогда это были все мои переживания. Это даже в местах лишения свободы, это очень большие страдания. Потому что я думаю, что такие условия, как там, все-таки там нет счастья. Там нет тепла, нет любви. Там ты одинок, хотя находишься 24 часа в сутки с такими же, как ты, людьми. Там ты всегда под присмотром. Даже ты там, с кем ты не хочешь быть. И вот это страдание, вот по Достоевскому, да, Достоевский тоже описывал это состояние. Он тоже находился в местах лишения свободы, и он описывал, что это такое. И он говорит, самое главное несчастье нас, это то, что мы не хотим друг с другом находиться хоть какое-то количество времени. А мы по принуждению находимся, и мы от этого страдаем. Ну и не только от этого страдают осужденные, они еще страдают от одиночества. Они страдают от того, что... Многие страдают от страстей от своих. Многие страдают от того, что они не хотят свои пагубные привычки забыть. Они не хотят искоренить из себя, бороться со своим внутренним злом. И когда я на все на это смотрел, я все больше и больше читаю художественную литературу. Прекрасно, вообще, Федор Михайлович Достоевский. Значит, какие-то книги по психологии. Я начинал приходить к тому, что нужно что-то в своей жизни менять. Как менять, я не знал. Но что-то нужно делать. Почему? Потому что, когда я выйду оттуда, значит, я не буду нужен такой, какой сейчас я есть. Меня там никто не встретит, меня там никто не ждет. Ну, конечно, кроме мамы и кроме брата. И, значит, мне нужно было как-то поменяться. Мне нужно было что-то делать. А выходов я не находил. Потому что мой круг окружения мне об этом не мог сказать. Что они могут сказать люди, отсидевшие по 10, по 15, по 20 лет? Они другой жизни не знают. Они знают только чефир, сигарета, карты и какой-то вот такой постоянный зэковский образ жизни. Все. И все же процесс переосмысления у меня шел. И, в конце концов, я через литературу, через книги и через людей, которые ходили в храм, я обратился ко Христу, к Богу. Я человек православный. Сейчас я работаю тоже в храме. И, знаете, когда я начал читать книги по христианству, когда я начал ходить в храм в местах лишения свободы, у меня начали происходить внутренние изменения. Внутренние изменения в том, что я начал анализировать всю свою жизнь с точки зрения греха, с точки зрения веры, с точки зрения смысла жизни. О смысле жизни я тоже там очень много думал. И все-таки я пришел к тому, что вся наша жизнь, она состоит из многих смыслов. Она состоит из многих аспектов, из многообразия. И вот мы всю свою жизнь тратим только на это, на многие какие-то смыслы. Но на истинный смысл жизни, на объективный, который в нас заложен изначально, мы не хотим обратить никакого внимания. И все-таки я нашел этот смысл жизни в Господе нашем Иисусе Христе. И о чем это? Это о том, что все наши смыслы маленькие, наши задачи жизненные, они когда-то кончаются. И со смертью, со смертью вообще все это кончится, и вся земная жизнь. Но как мы с вами знаем, душа она наша бессмертна. Как мы знаем, что мы чувствуем это, что мы призваны к вечности. И я понимал, что там в вечности, там в бессмертии, там в другом мире, когда меня уже здесь не будет, телом я не буду жить, то там я буду со Христом. И для меня это стало таким очень значимым моментом, поворотным о том, чтобы я вообще пересмотрел всю свою жизнь. И как я ее, с чего я начал пересматривать. И с точки зрения греховной моей жизни, но и самое главное, с точки зрения моих зависимостей. Я очень был зависим от наркотиков, от алкоголизма, от всех этих удовольствий, и даже от первой жены, так я скажу. На тот момент мы расстались, но я очень был сильно зависим, очень сильно страдал. И мне нужно было пересмотреть относительно всего этого всю свою жизнь. И я начал очень сильно каяться в этом. Начал ходить на исповедь, ходить на службы, молиться. В конце концов, меня поставили старостой православной общины. И начитавшись много книг, мне уже священник дал такое благословение, чтобы я именно вот тот свой опыт, который я уже пережил, переосмыслил и обрел в новые смыслы жизни, чтобы я делился с другими ребятами. Этим я занимался много лет, на протяжении последних там пяти лет в местах лишения свободы. И я видел плоды. Какие плоды? А те плоды, что очень много людей, которые у нас сейчас в местах лишения свободы находятся, они все-таки возвращаются. 80% возвращаются. 80% людей, они не поняли, зачем они там были. Они не поняли, что нужно поменять как-то и что-то. И поэтому они возвращаются и не видят дальнейшего своего существования на свободе. Они не знают, как жить. Они не понимают, как выжить в этом мире. А те люди, которые пришли в храм, которые общались с батюшкой, которые молились, которые обрели вот именно эту истину, они более осмысленно и разумно подошли к своему будущему. Они стали избавляться от всех своих зависимостей. Они стали с ними бороться. И сейчас расскажу один случай про борьбу со страстями, этими зависимостями. И они в будущем, когда освободились, все-таки что начали делать? Они начали создавать новую жизнь на свободе. Они начали устраиваться на работу. Не важно, какая работа. Работа есть работа. Они не пошли министрами, они не пошли бизнесменами, они пошли простыми дворниками, они пошли простыми хлебопекарями, они пошли простыми работниками на завод. Они понимали, что сейчас не до больших денег, не до большой удачи. А нужно было остаться здесь, адаптироваться в социальных этих условиях. И поэтому они рады были тому, что им давали такую заработную плату. Они начали искать себе жен. Потом они создали семьи, они родили детей. И сейчас у этих людей, которые вышли через православную общину из мест лишения свободы, у них все хорошо. Господь Бог их благословил жить на свободе. Они сейчас живут очень счастливо. Они сейчас вспоминают лагеря, как некий опыт переосмысления всей своей жизни. Они сейчас так воспитывают своих детей, чтобы они не попали туда. Они так воспитывают своих детей, чтобы они были независимы. Они так воспитывают своих детей, чтобы они понимали истинный смысл жизни. Но, а вот сейчас я скажу в двух словах о том, что те люди, которые находятся в местах лишения свободы, и не задумываются об этом, и не борются со своими страстями и зависимостью, что с ними происходит. У меня на глазах было очень много случаев. Были люди, которые были с большими кулаками, и даже у них во лбу был накачан вазелин. Эти люди были очень жесткие бойцы. Они ломали любого человека. Они были такие в лагерях, они были на больших должностях. Но это ничего им не помогло для будущей их жизни. Почему? Потому что на моих глазах освобождались такие люди. Они приезжали на вокзал. И вот один у нас был такой хохол. Он вообще с Украины. Он вообще поехал к себе домой. Но он доехал до вокзала. И там один дедушка, он продавал семечки. Он даже не дедушка, а один дяденька. Продавал семечки. И этот человек у него попросил, дай дяденька семечек. А тот говорит, да ты что, сынок, купи. У меня пенсия маленькая, я вот продаю хотя бы что-то жить. А этот человек говорит, ну что, не дашь ни семечки, бах ему в лоб этому дедушке. Дедушка упал и умер. Вот вы понимаете, какая ситуация? Места лишения свободы попадают, и у них жестко сжимается их пружина страстей, зависимостей. И они с ними, когда не борются, они, в них еще больше и больше это все накапливается. Вот эта озлобленность, вот эта вот обида на что-то, на кого-то. Это все до такой степени накапливается, что когда они освобождаются, у них эта пружина взрывается. И у них это взрывается уже, знаете, в геометрической прогрессии. Они, не видя себя, уже могут совершать такие преступления, которые вообще немыслимы были даже тогда, за что они первый раз сели. И поэтому это очень важно было нам там переосмыслить и уже начать бороться. И вся моя трагедия жизни, которая у меня была там, все эти страдания, переживания, я все-таки нашел в Иисусе Христе даже утешение, смысл жизни. И я понял, что нужно освобождаться и нужно, освободившись, жить новой жизнью. Какой новой жизнью? Не с прошлым окружением, не с зависимостями, а нормальной человеческой жизнью. Нужно устраиваться на работу, нужно создавать семью, нужно жить счастливо. И мы сами творцы. И я понял это, только будучи в православной церкви, что мы творцы с маленькой буквы. А Господь Бог, Он творец с большой буквы, который сотворил небо и землю, Он поможет нам во всех наших благих начинаниях. И я даже нисколько не сомневаясь, по освобождению пришел в один из храмов города Екатеринбурга и попросился на работу. И до сих пор я там работаю простым человеком, я садовод. То есть я понимаю, что не грею, что у меня будут какие-то большие зарплаты. Я думаю о том, чтобы мне жить здесь. У меня семья, то есть жена и двое детей. Я стараюсь их воспитывать, стараюсь их кормить, одевать, обувать. И для меня вот эта новая жизнь, эта жизнь в церкви с моей семьей, оно мне дало не просто счастье, но и какое-то неописуемое, непроанализируемое полноту жизни. Я понимаю, что вот сейчас я по сравнению с тем возрастом, которым я был 20 лет назад, это были мои молодые годы, 98 год, что я постоянно там был и как мятежный, и мне чего-то не хватало. Я был всем недоволен, я не понимал вообще, как, что, куда, о чем. У меня была какая-то пустота внутренняя. А сейчас, сейчас я этой пустоты не чувствую. Я только чувствую, что мне нужно дальше идти вперед. И сейчас я учусь на психолога. И стараюсь, стараюсь помогать людям. Каким людям? А тоже таким же, как преодолевающим зависимость и подросткам. Веду беседы с подростками, также занимаюсь и с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И вот это, чем я занимаюсь, это мне придает смысл жизни. Это мне придает какие-то силы идти дальше вперед. Значит, вот я в двух словах вам рассказал пример моей жизни. И мне как бы хочется еще такие некоторые выводы подвести, интересные. Первое. Я все-таки считаю, что я не преодолел зависимость. Не преодолел ее в полноте своей, в полностью, сто процентов. Я считаю, что с Божьей помощью у меня такая ремиссия. С Божьей помощью я держу трезвый образ жизни. И я понимаю, что если мне сейчас дать 100 грамм или даже закурить сигарету. Кстати, и в местах лишения свободы я бросил курить. Это было очень тяжело. Это практически было невозможно. Прямо только вот на пятый раз я это все сделал, бросил. Но оказывается, курение это тоже зависимость. Так вот, с Божьей помощью я веду трезвый образ жизни. И понимаю, что если я закурю одну сигарету, то я начну курить. Если я выпью, я буду употреблять алкоголь. Поэтому я сам себе это не позволяю. Я сам себе это не просто не позволяю, но у меня есть другие смыслы. И за счет этого мне это не надо. Для меня это лишнее. Для меня это вообще ненужное. И поэтому маленький вывод для всех тех людей, которые преодолевают. Это вы преодолеете зависимость. Как? Вы начнете вести трезвый образ жизни. Но вы никогда не гордитесь о том, что вы ее полностью преодолели. Вы знаете, что вы человек преодолевающий ее до сих пор. Это очень важно, потому что многие у нас как срываются. То есть я тоже езжу в благотворительный фонд НИК. Там алкоголики, наркоманы. Ну, разные люди. И тоже с ними веду беседы о смысле жизни, о вере, о церкви. И многие там, пробыв некоторое время, они думают, что «А, все, я здесь пробыл 9 месяцев. Я трезвый, очистившийся. Сейчас я пойду». А выходят туда с такой горделивой мыслью, что я все могу. А первая какая-то проблема. И они думают, что так я же завязал. А проблема их так сподвигла, такое искушение, что они падали, и падали, и падали. Поэтому здесь очень тонкий момент. Все равно нужны какие-то ресурсы, нужна какая-то помощь. И поэтому я преодолевающий. И те, кто будет вести трезвый образ жизни, тоже так же, скорее всего, может быть, надо думать. Ну, вот такой момент маленький, интересный, что все-таки, все-таки у каждого человека есть свой поиск. У каждого человека все-таки индивидуальный есть перелом. И все-таки индивидуальная борьба с зависимостью. То есть какие-то есть программы, как бы правила для групп. Но все равно каждый личностно это преодолевает. И поэтому я все-таки считаю, что у меня так получилось, что я как-то сам индивидуально это пересмотрел, пережил. И у вас это тоже будет все-таки индивидуальный поиск. Вы должны все-таки найти тот поиск, найти то, за счет чего вы это преодолеете. Это очень важно. Следующий интересный момент для меня был очень... Нас готовили там, что мы должны ресоциализироваться. Что такое ресоциализироваться? Это когда мы вернемся в город, чтобы мы это обратно социализировались, адаптировались. Адаптировались в социуме. И пришли на круги тех, откуда мы вышли. Оказывается, это большое заблуждение. И хочется сказать с психологической точки зрения, что когда мы с вами выйдем на тропу трезвой жизни, очень важно не вернуться в прошлые условия жизни. Почему? Потому что маленький пример. Человек, преодолевающий зависимость, ведущий трезвый образ жизни, идет по городу. К нему встречается, у него встречается на пути его друг. Друг, который не преодолевал зависимость, до сих пор в зависимости. Наркоман. И он говорит, слушай, пошли со мной. Ты ничего делать не будешь, просто пошли со мной за компанию. Ну, пошли они с ним за компанию. Тот, конечно, сам себе взял. А у этого, пока он найдет, пока он увидел наркотики, уже шкура буграми заходила. О чем это речь? Это о том, что если вы все-таки решились завязать с прошлым образом жизни, то вот то окружение, которое вас окружало, те люди, друзья, наркоманы и все остальные, это для вас стают не врагами, а такими людьми, которых нужно избегать. Как избегать? За два километра. Только за два километра. Только ты увидел или узнал, что вот тот друг, которому ты раньше был в зависимости, да, и он сейчас не преодолел, а он сейчас также живет тем же образом жизни, и что он куда-то пошел, или вы его увидели, надо бежать от него. Бежать. Это должно схлапываться в голове. Почему? Потому что, оказывается, с психологической точки зрения, с ним даже нельзя разговаривать. На него даже нельзя смотреть. Потому что вот те ассоциации из прошлого, они возвращаются в нас. Это очень важно. И поэтому у нас должна быть с вами не ресоциализация, а мы должны выходить, завязать с прошлым образом жизни и начать новую жизнь. Новую жизнь, новые связи, новые роли социальные, новые смыслы жизни. И все то, что в прошлом было, понятно, что мама, папа, там, родные и близкие, они никуда не денутся, но они же нормальные трезвые люди. А вот то окружение из друзей, там, подруг, еще кого-то, вот с этим нужно завязать окончательно и бесповоротно. Это называется решимость. Если мы решимся на это, то нужно в будущем вот так вот новой жизнью жить. И еще один момент интересный, конечно, все наши вот эти вот преодоления, они носят характер такой очень сильно переживательный, даже страдательный. И вот когда человек выходит в новую жизнь, конечно, вот от этой решимости он должен понять одно, что чтобы не произошло, какие проблемы в его жизни, в будущем, это все решается. Это все не смертельно. Это все не вопрос жизни и смерти. Ну, допустим, что-то с зарплатой. Ну, допустим, что-то с невестой. Ну, допустим, что-то там какие-то отношения с кем-то. Понимаете, какая ситуация? Когда ты начал новую жизнь, тогда какие-то проблемы, они могут усугублять ситуацию в том смысле, что «Да ладно, эти проблемы, пойду-ка я вот туда-то это сделаю» или вот сюда. На это нельзя зацикливаться. Вот проблему нужно перевести в плоскость рабочей ситуации. Это рабочий момент, это рабочий вопрос. Это такая задача, которую вам нужно решить. Вот и все. Нет в жизни никаких проблем. Нет в жизни. Мы сами свободные люди и делаем то, что нам хочется. И мы сами с вами творим нашу будущую жизнь. И вот вы как в новой жизни начнете творить эту новую жизнь, так у вас все и пойдет. Вернетесь обратно – это ваш выбор. Это ваша свобода. Вам никто ничего не навязывает. У вас нет даже никаких норм, никаких правил. Вы просто духом должны быть свободны. И понимать, что там, в прошлом образе жизни – это погибель, а в новом образе жизни – это счастье, это любовь, это нормальная человеческая жизнь. Больше по-другому никак. И последний момент. Вы, люди, можете быть верующими и неверующими. Никто вам ничего не навязывает. Вы в этом вопросе сами также свободны. Но я просто из своего опыта все-таки понял, вот именно через ту трагедию, через те проблемы, через эту вот зависимость, что Бог есть. Если бы не Он, очень было много факторов, чтобы я бы с вами не разговаривал сейчас. Меня бы просто в жизни не было. Потому что, еще раз подчеркну, все мои друзья, они в могиле. И только те люди, которые даже, может быть, не были друзьями, но были моими знакомыми и вели другой образ жизни, они учились, они работали, они создавали семьи, они сейчас живут, хорошо живут. Вот и все. А те, к с кем мы были, их сейчас нет. И поэтому я вот из своего опыта вывел, что Бог, Он есть. И Он, Он помогает. Он помогает нам, потому что мы Его дети. Это все, о чем я хотел с вами поговорить. Спасибо вам большое за внимание. Для меня было очень важно с вами тоже поделиться. Потому что это моя сейчас миссия – разговаривать с такими людьми, зависимыми. Почему? Потому что я понимаю, что что-то могу им подсказать, что-то могу им помочь. Я специально для этого учусь на психологах. И работа с зависимостями, она мне придает еще один смысл жизни. Она придает мне силы дальше двигаться. Это, я понимаю, что, может быть, даже это одна из задач в моей жизни. То есть, понимаете, из такого частного вопроса выливается, что жизнь, она не бессмысленна. И помощь другому – это очень важно. Отдавать – это очень важно. Мы по своей сути, такие люди, вот как я, алкоголики, наркоманы, мы же привыкли, что только брать, мы только загребаем, мы только хотим сами участвовать в каком-то кайфе и все остальное. Но, оказывается, в жизни есть очень много людей более несчастных, чем мы, более нуждающихся в помощи, чем мы. Даже есть такие дети и взрослые, которые инвалиды. И понимаете, какая ситуация? Они все нуждаются в помощи. И нашему брату, нашему брату эту помощь не тяжело делать. Почему? Потому что мы пережили нечто и имеем такой опыт, что мы можем других людей понять, утешить, придать им смысл жизни. Другие люди, которые живут своей обыденной жизнью, другие люди, которые, я не говорю, что они плохи, но многие в своей суете, они сейчас, такое у нас время, даже не могут протянуть руку ближнему. Почему? Работа, еще что-то, еще что-то, пятое, десятое. А вот тот человек, который преодолевающий зависимость, он более сострадателен к чужой боли. Он более сопереживательный к другому человеку. И я вам всем желаю, чтобы мы с вами в своей жизни выбрали такую миссию помощь другим людям, нуждающимся в теплом слове, в добре и в любви. Спасибо за внимание.